всем привет это SB1813 или ProSign продолжаем реакции короче аэспа и с аэспа у меня немножечко прокол с прокол потому что это прикольные группы это кей-поп и да немножечко придохнем от дыркоров потому что у нас много дыркоров тем не менее и короче вы знаете аэспа знаете что я их люблю я вставлял их в кей-попе один из лучших релизов года по моему даже лучший релиз года они мне пута или нет но короче неважно они помню получили лучший клейп у меня вот это точно я помню что именно они тем не менее тем не менее у них орочки вышел вышел да точно уже вышел новый релизде много клипов достаточно было, и вот первые из этих клипов, если ничего не путаю, это, который мы сегодня будем смотреть, Суперновая называется, это было уже месяц, если не больше назад, и они там выпустили еще Армагеддон, я помню, у них видел еще что-то, и все эти клипы по превьюшкам, это что-то какое-то мега балдежное, тем более, ну, опять же, Аэска умеет снимать клипы и вообще-то, в принципе, делать кип-поп. Опять же, женский, да, вы прекрасно знаете. И почему-то, почему-то у меня все это до сих пор лежит в отложке, у меня, реально, я вот как-то все никак к этому не приду, то у нас одни новинки, потом другие не новинки, и одно снял, второе снял, а вот их почему-то все никак не возьму, так что сегодня, наконец, мы смотрим Аэску, вот, потому что я не знаю, может кто-то вообще ждет их, а я не делаю, вы если что, пишите там тоже, Симон, давай, кип-попа бы больше, а то какого хрена, вот, короче, мы сегодня посмотрим, и если это прям будет круто, ну, скорее всего, это реально будет круто, просто говорю, у меня там еще также в отложке уже лежит Армагеддон их клип, и еще как третий, по-моему, и они, кстати, сегодня, вот я делаю сегодня реакторы, они, по-моему, сегодня еще четвертый какой-то кип сделали, так что я думаю в ближайшие пару недель, а может быть даже, ну, хотя, наверное, нет, в ближайшие пару недель будет чуть побольше именно этой группы, потому что я хочу ее полностью посмотреть именно на реактор, тем не менее, тем не менее, а может быть, даже сделаю какой-нибудь, я вообще думал сделать тематически уже, думаю, ну, раз у меня столько много клипов лежит в отложке, может, вообще тематический промыванный день отдать, но давайте все-таки сначала посмотрим тогда без тематического дня, а потом, если накопится, то сделаем тематический такой мини-кипоп-день. Вот, хотя там тоже не только их надо в этом плане посмотреть. Ну, короче, Эспа супернова, поехали забалдеем, освежимся, надеюсь, потому что, опять же, дуркоры навалили жирка в эту жарищу ужасную. Вот, я надеюсь, Эспа нас освежат. Поехали, послушаем, посмотрим. Ну, ладно, поехали. Воу. Чтобы бы поосторожней была. Так, на машину падать. Ну, ладно, поехали. Что-то такое быстренькое. Блин, у кого было на такую тематику? У Dreamcatcher, по-моему, про Медедоны тоже какие-то или ухо. Ну, блин, когда до мной не смотришь, и поп, созвываешь. Понятно, прикольно, они типа суперсильные. Ещё нравится, что у них глаза у всех разные. И всё, минус камера. Ну, приколитесь, если бы кей-поперов реально стали суперсильными. мне кажется, что тогда к металлу пришёл бы точный конец. ну, как я сказал про освежиться, в итоге мне стало жарче сейчас от этого клипа. ну-ка, ну-ка, даже без тропа. Я почему-то, я как будто бы знал, что он будет в таких красных цветах. биток, кстати, прикольный тоже. Интересно, какие следующие треки будут. Надо будет послушать их полноценный релиз, потому что я специально этого не делал. Как раз для того, чтобы посмотреть все их клипы. Да. Так, ну что, вот мы смотрели клипа, слушали трек Супернова от группы Эспо. Наконец-то я это сделал. Ну, короче, надо будет посмотреть теперь все остальные, опять же, на Армагенона, что там у них ещё было. Вот, и всё это посравнивать, побалдеть. Потому что, ну, сейчас я, естественно, забалдел. Я, кстати, немножечко, опять же, в очередной раз я это скажу. И, как обычно, после того, как я это скажу, у меня всё поменяется. Но сейчас я тоже немножечко от кей-попа отошёл. То есть, я вот сейчас не так много слушаю. То есть, кого в кей-попе я слушаю, их обычно мы плюем. Кстати, вот ее, он скоро новый трек. Нифига себе. Ну, с Анми дождались нового трека, и у нее будет новый трек. Это тоже, естественно, реагировать будет. Вот, ну, и вот именно такого общего, то есть, опять же, вот AS, по Dreamcatcher, всякие там Pink Fantasy, ещё кто-то. Короче, я их сейчас меньше стал слушать. То есть, я их слушаю только вперемешку с чем-то. То есть, опять же, когда я там иду на работу, там, или что-нибудь, да, там, монтирую, не монтирую. То есть, целенаправленно я их не слушаю. Но, может быть, стоило бы этим заняться. Как раз там повыходило релизов у всех, как обычно, этих вот камбэков. Может, 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 да. Да, просто что-то именно в этом году, наверное, мне всё-таки хочется слушать. Ну, как, в принципе, я и говорил, мне в этом году хочется слушать больше чего-то японского или больше чего-то того, что я сам люблю. А именно всякую вот эту мазафаку и так далее. Тем более, в этом году я для себя относительно вот недавно открыл этого, да, этого Эй Куилл. И я только его и слушаю. Больше вообще ничего. Так что тут, не знаю. Но, опять же, год большой. Год ещё посмотрим, что там будем слушать или не слушать. Ну, короче, давайте немножко про Эспо. Вот я что-то говорю прям больше про себя. Чего, клип офигительный. Клип офигительный. Идея есть. То есть, опять же, костюм. Ну, кстати, костюмы мне тут не особо у них понравились. Хореография тоже такая, типа, не вау. То есть, это больше, наверное, такой общий клип. Это, знаете, мне напомнило клипы Dreamcatcher, на самом деле, больше. Потому что Dreamcatcher иногда зачастую больше идёт на какой-то общий полосовый клип. То есть, не про то, как там... Ну, хотя Dreamcatcher танцует, наверное, всё-таки лучше, чем Эспо. Сейчас фанаты Эспо, наверное, закидают меня помидорами. Но то, что я видел, всё-таки Dreamcatcher покруче. Тем не менее, как бы, именно, опять же, последние клипы Dreamcatcher и вот этот, например, суперновый, это прям вот похоже очень в плане вайба. Я поэтому и говорю, я и вспоминал Dreamcatcher, и думаю, блин, а это у них это было тоже такое или нет. Так что надо будет пересмотреть, тоже, опять же, посравнивать. Ну, и, в принципе, побалдеть от обоих групп. Ну, короче, посмотрим, что там будет дальше. Ну, короче, скажу так, не то, чтобы прям вау, мне больше трек понравился. Трек прикольный, прикольный бит, особенно под конец, как он... Опять же, там какие-то дополнительные штуки появляются. И мне нравится, что он, знаете, не вот этот, опять же, прям попсово-попсовый, да, кей-поп, а именно он такой более электронный, более с таким, как будто бы даже полу-рэп-битом, хотя они тут, ну, не совсем читали, но вот именно было что-то такое, типа, тут... Ну, короче, танцевальное, наверное, вот так и скажу. Не попсовое, но танцевальное. Я такое люблю, я вообще, в принципе, в последнее время очень люблю танцевальную музыку, вплоть до того, что я, ну, не иронично, как он скутер сейчас, надо послушиваю, ну, реально, типа. Потому что, знаете, это тот момент, когда надоедает и металл, и даже какой-нибудь кей-поп, и ты такой, блин, хочу чего-нибудь вот просто тупого, и идешь, Евробит какой-нибудь слушаешь. Вот, хотя Евробит, на самом деле, не тупой, ну, ладно, это уже отдельная история. Короче, это я много про Эспу. Точнее, я про Эспу мало говорю, много говорю про какое-то вообще другое, но уж извините, у меня такая жара, у меня мозги плавятся, реально. Короче, клип, честно говоря, вот тут, наверное, вообще впервые вообще за все время скажу, что клип мне не очень понравился. Потому что, опять же, говорю, я как будто бы вот что-то такое все это увидел в Dreamcatcher. Так что, надеемся, следующие клипы Эспу будут поинтереснее, покруче. Вот, но трек прикольный. Трек прикольный, трек бы я заслушал с удовольствием. И вообще, после просмотра, наверное, хотя бы трех клипов вот этого релиза, я, естественно, его послушаю полноценно. И посмотрим, может, он тоже добавится какие-нибудь топы года, если там будут такие треки. Но, в любом случае, короче, спасибо всем, кто посмотрит Реакт. Ссылочки туда не нравятся, не нравятся, а не все знаете. Наконец-то мы сделали Реакт на Эспу, потому что, ну, если что, я реально, ну, типа, как-то не получалось о них сделать. Я про них не забыл. Это все еще одна из самых крутых, ну, женских хей-поперских групп для меня. Вот, тем не менее, тем не менее, вот что-то протупил, протупил. Ну, надеюсь, будет чуть больше гей-попа, а то тоже иногда вот надо передыхать от метулов и так далее. Все, я пошел. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok